А вот это соотношение затрат, не только финансовых, но вообще может быть и затрат каких-то душевных, и качество продукта, оно и в шоу-бизнесе тоже работает? Или вы считаете, что может получиться какой-нибудь хит просто так на халяву человека? Или человек может вложиться и в клипы, и в раскрутку, и не выстрелить? Я могу сказать одно, что вот особенно, если еще в обычном бизнесе, да, не касаемом творчества, есть момент элементарного просчета математического, то в творческом бизнесе, если нет той искры, вот именно от чего все рождается, безусловно, дальше есть математика, есть некая форматность, есть радийная форматность, есть аранжировки, примерный клип, ты понимаешь, как это должно быть. Но само ядро должно быть искренне от души, ну, то есть, там, например, хитовый припев песни или еще что-то. Вот, и я могу сказать, что мы просто, когда начинали «Чай вдвоем», мы очень долго искали свой стиль музыкальный. Тогда была, появилась группа «Руки вверх», которая, нет, сначала Иванушки Интернешнл, которые разорвали всех. Значит, мы как два музыканта, в принципе, с образованием, я вроде бы написал уже и музыку такую же, как Иванушки поют, Стасик написал текст такой же. Ну, не Иванушки, вы понимаете, в любом случае, Абрамушки больше, да? А там появилась группа «Руки вверх», то есть, мы вроде тоже пытаемся, вроде такие дискотечные эти аранжировки, и музыку, ну, все вот в ноль. Ну, зритель не чувствует это, потому что мы сами этого не чувствовали. И в конце концов, когда уже там на все плюнули и написали просто песню «Ласковая моя», такая душевная история просто от души, вот я помню очень хорошо, сел к инструменту, думаю, надо вот написать то, что мне нравится. Да, понятно, что исходя из какой-то, из общей массовой, какой-то там, сусов, и вот оно выстрелило. Причем выстрелило вообще, мы записали ее на какой-то самоиграйке, отдали на радио, отправили как демо. Люди послушали, говорят, здорово, теперь пишите на студии. Мы на студии записали, все свели, красиво, в эфир пошла демо, на первом диске сборники, который разошелся миллионным тиражом по всей стране, пошло демо. Это уже осознанное было решение? Это случайно, это случайно, и песня стала хитом. То есть тут как раз, вот уже не важно, насколько там дорогой продакшн, дорогой клип или еще, если песня действительно хит, если она написана от души, если она цепляет, уже вот весь этот ее там обрамление уже не так важно. А вот когда писали эту песню, какую-то конкретную девушку имели вот в виду, или это просто было? Да, наверное, это на тот период, безусловно, та любимая, которая была со мной. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.